Здравствуйте! Это новость из Дагестана. В студии Джамиля Шарипа. Вайводы. Главная тема сегодня. В школе Кайтакского района назрел скандал. Руководство учебного заведения принуждало девочек надевать платки на занятия. Не забыть народные промыслы и традиции. С наплывом туристов в селе Ахты активно заработал Центр традиционной культуры. В Дагестане будут развивать греблю в республику. Для этого приглашен известный тренер. В Дагестане мусоровоз насмерть сбил женщину. Накануне Махачкале в результате наезда погибла 52-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. В момент наезда она оказалась в слепой зоне автомобиля. В результате потерпевшая была доставлена в одну из городских больниц, где позже скончалась от полученных травм. Минобор Республики проверит одну из школ региона после жала родителей на требование об обязательном ношении девочками платков. Ранее в социальных сетях распространили видео, где руководство школы в селе Маджали с Кайтакского района запретило девочкам приходить на учебу без косынок. Как сообщили в ведомстве, требования к одежде школьников устанавливаются нормативным актом общеобразовательной организации. При службе администрации Кайтакского района уточнили, что замдиректор школы освобожден от должности. Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов посетил Нечерасскую среднюю школу и встретился с жителями района. Поводом для визита стала информация, распространенная в социальных сетях о том, что в селении Нечерас родители отказываются отправлять детей в школу, поскольку недовольны ее состоянием. В ходе визита информация не подтвердилась. 1 сентября все учащиеся Нечерасской средней школы, как обычно, пришли на занятия. В настоящее время ее посещают около 90 человек. Обучаются они в новом здании. Качество постройки самого здания и ремонту претензий у родителей не оказалось. Известный блогер посетил Муфтия Дагестана. Полина Хохлова давно занимается продвижением в соцсетях. С Дагестаном решила познакомиться лично и обязательно встретиться с шейхом Ахматом Афанди. Я представляла Муфтия себе совсем по-другому. Думала, что зайдет очень важной походкой человек. Да, конечно, он занятой, но будет всем видом показывать, что вот у меня время, мне нужно дальше бежать. Но тут оказалось, что нет. Человек очень спокойный. Идет легко на диалог, складывается диалог. Мы разговаривали достаточно долго. И на все мои вопросы, которые я задала, человек четко дал объяснение и пояснение. Я, конечно, не верю до сих пор этой встрече. Благодарна за возможность задать вопросы, интересующие меня. Это, конечно, встреча незабываемая. Очень благодарна Муфтию Республики Дагестан за то, что нашли для меня время, уделили мне время. Шейх Ахмат Афанди сделал наставление блогеру. Духовный наставник призвал Полину благодарить Всевышнего в любой жизненной ситуации. Вот ребенок. Мы же своих детей любим. Даже можно сказать, ради них мы готовы даже жертвовать собой. И когда они у нас что-то просят, даже что нам не жалко. Когда мы знаем, что им это вредно, мы не даем. Всевышний тоже. Важно в любых ситуациях благодарить. Даже если он что-то нам не дает. Значит, как мы детям отказываем, он нам тоже может отказать. Ну, до какого-то времени. Лучше всегда благодарить. Всевышний. При любых ситуациях. Быть хранителем народных обычаев и приобщать людей к родной культуре. С 2013 года в Ахтынском районе функционирует Центр традиционной культуры народа в России. В нем представлены элементы этнокультурного наследия, национальные одежды, старинных музыкальных инструментов и домашние утвари. А все желающие могут попробовать себя в народных промыслах. В селях Ахты побывала наша съемочная группа. В Центре традиционной культуры мастерицы все делают своими руками. Сначала они обрабатывают шерсть, затем из нее изготавливают нити для ковров и джурабов. Это место привлекает туристов, ведь здесь проводят бесплатные мастер-классы, где любой желающий может попробовать самостоятельно связать пару дагестанских носков. Здесь как раз-таки любой турист может прийти не только визуально посмотреть наши культурные объекты, предметы быта, а как раз-таки и потрогать их вживую, посмотреть на что они способны, для чего они применяются. Как раз-таки здесь проходят и мастер-классы для туристов, чтобы они сами могли, допустим, связать носочки, джурабки и так далее. Определенных схем изготовления джурабов нет. Все секреты вязания хранятся в головах мастериц. Джавахир Мамаева признается, что на изготовление одной пары могут уйти сутки. Больших денег это не приносит. Носки вяжут ради сохранения народного рукоделия и для удовольствия. Их одевают у нас и женщины, и мужчины, и дети, когда холодно. У каждого селения у нас есть разные орнаменты, цвета, узоры. У нас у Ахтынца в основном известна вот эта роза. Еще у нас есть вот такие эти обычаи, когда вот женщина, девушка выходит замуж и дают сундук, а в сундуке кладут вот эти джурабки человека. Однако дагестанский ковер так быстро связать не получится. Процесс его изготовления требует терпения и усидчивости, поскольку работа может занять около трех месяцев. Главное правильно выбрать подходящую пряжу и обработать ее, так как от качества шерстяной нити зависит не только мягкость и прочность ковра, но и степень яркости цветовых оттенков. У нас в основном в Южном Дагестане занимается обработка шерсти. Шерсть мы очищаем, моем ее, сушим, потом вот готовую, мы расчесываем ее. Из расчесанной шерсти делаем нитку вот на прялке, на вертине. Потом готовую, в основном используем для вязания национальных носков-чувяков и для коврот качества. Мастерицы признаются, что сейчас почти никто не ткет, нет рынка сбыта. Только благодаря стараниям неравнодушных местных жителей шансы на сохранение ремесла еще есть. Сейчас в республику завозят много ковров из Китая, Индии и Ирана, ведь они намного дешевле дагестанских. Но ковры дагестанского производства изготовлены из натуральных материалов ручным способом и несут помимо практичной ценности еще и культурную. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Ахтынский район. Ростельхознадзор отозвал декларацию о соответствии на ячмень у торгового предприятия. Факт нарушения требований технического регламента был выявлен в ходе проверки деятельности научно-производственного комплекса «Новое время». Как оказалось, организация реализовала партии гичменя, а это около полутора тысяч тонн, без необходимых лабораторных исследований. Так, в протоколе отсутствовали сведения о проведенных испытаниях на ртуть, органические пестициды и на содержание ГМО. Грибной спорт становится все более популярным в Дагестане. В республике не так давно учреждена Дагестанская федерация грибного спорта, которая в тесном взаимодействии с Минспорта наметила план по развитию. Тему продолжит Курбан Рагимов. Станислав Евдокимов, Надежда Дагестанской гребли, мастер спорта, неоднократно побеждавший на чемпионатах России, с этого года будет представлять нашу республику. Сейчас он готовится к очередному ответственному старту. Да, я приехал готовиться к чемпионату России. Планирую победить там, хорошо выступить и выступать за Дагестан, показывать хороший результат, потому что здесь прекрасное место для того, чтобы готовиться именно в этом виде спорта, прибрежной гребли. В горах, конечно, хотелось бы попробовать тоже, потому что горы дают хорошую физическую подготовку, тоже там погрести. В нашем регионе грибной спорт профессионально решили развивать только в этом году. Так, в марте была создана федерация, возглавил ее Магомед Мингаджиев. Летом федерация провела тренерско-судейские семинары. К работе привлекаются известные специалисты. Андрей Костыгов воспитал медалиста к Токио и уверен, что при должном подходе в Дагестане также можно подготовить триумфатора в Олимпиады. Здесь можно делать большие дела. Народ спортивный, я нигде не видел столько людей, которые занимаются спортом. Сейчас мы живем на пляже, приехали с чемпионом России, буду выступать за ваш регион. И, конечно, удивляет. Раннее утро, 6 часов на пляже, по 100 человек. Причем это за городом, это не в черте города. Поэтому это шикарное место, я считаю, просто супер. Развивать грибной спорт будут в новой спортшколе водных видов спорта. В планах у федерации также создание тренировочных баз в горах, что станет возможным только при тесном взаимодействии с Минспортом. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанка Виктория Ваулина завоевала золотую медаль на играх стран Содружества. Первые соревнования среди стран СНГ прошли в Казани. Ваулина выступала на турнире по женской борьбе среди девушек до 23 лет. Нашей спортсменке не нашлось равных в весе до 57 килограммов. В финале она одолела Борицу из Белоруссии. Отмечу, что в этом сезоне Виктория Ваулина становилась бронзово-медалисткой первенства Европы и выигрывала гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. Это была последняя информация в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова